Фук, всем приветик! Я тут после занятий иду в ванну. И можно пока что заткнуть этого мужика, иначе авторское право неизбежно. Всё. Хочу кинуть бомбочку от Мими. Знаете, мне печеньком пахнет, по-моему, это с печеньем. Она такая огромная, я вам покажу вот сейчас, когда я её кину. Она должна тоже покрасить цвет. И вообще за эту косметику я делала отдельный пост в Инстаграм. Очень классно бахнет. Особенно вот этот скраб с кокосом. Тут даже кокосовая стружка есть. Не знаю, по-моему, я её, конечно, всё уже использовала в самом начале. Она как бы сверху была присыпана. Там есть, в общем-то. Но пахнет до такой степени вкусно, как будто просто торт или баунти. Это стопроцентная органика. Мне это очень нравится, меня это привлекает вообще в любой косметике, если она органическая. Больше прусь по уходовой косметике, чем по декоративной. Боже, это реально печенье. Пустим её в свободное плавание. Да, будто вода зелёная-зелёная. Это быстро растворяется бомбочка. Быстрее, чем розовая у меня была. Она как-то дольше растворялась. Видите, какая. Водная процедура, это, конечно, моё. Я, короче, купила недавно абрикос. И моему расстройству не было предела, потому что они горькие. Покупала я их в Сильпо за 50 ривен килограмм. Они какие-то твёрдые и горькие. Вот. Я повелась просто на внешний вид и купила, не задумываясь. Не покупайте абрикос и Сильпо. Мне придётся теперь из них компот варить. Здесь у меня арбуз и кукуруза. Вчера с Лёшей покупали. Ага, мы купили с Лёшей арбуз. А ещё мы купили с Лёшей кукурузу. Я, признаться честно, никогда не варила кукурузу. Представьте себе, представьте себе. Я купила всего лишь 4 качанчика молодой кукурузы. И думаю, она будет вариться быстро. И будет нам очень вкусно. И ещё я купила молоко. Конечно, мы такой не покупаем. Сальянска, не знаю. Ну, просто мы его не берём. Но только такое было в магазинах у нас возле дома. И арбуз это Лёшина прихоть. Я не знаю, какой он вообще будет на вкус и какой он будет внутри. Но нас заверила женщина, что будет он очень вкусный, спелый. Что ж, мы это проверим. Ты же его не ешь. Брыхло. В смысле? Кукуруза была вкусная, я смогла сварить кукурузу. В смысле, я не ем вам. Ты чё? Можешь его напополам, чтобы я его сфоткала красиво? Нет. Не знаю, как ты что можешь. Ой, ну что-то он не очень. Он зелёный. Подожди, не режь. Я же хочу сфоткать. Сфоткай. И как я? Какая, добрая. Кукурузу Лёша не стала есть, только грызанул. Не знаю, почему. Я хочу на ночь, походу, она тяжёлая. А арбуз, значит, не тяжёлая. А арбуз, лёгкий. Ага. Как вы уже поняли, приехала я в Ашан. Единственное, что меня сегодня очень сильно радует в погоде, это то, что ветер холодный. Реально немножечко опять изменился циклон. У нас на 4 дня небольшое похолодание. То есть температура вот такая высокая, но ветер холодный. Это мне очень-очень нравится. Я вообще в таком бешеном темпе собиралась в этот Ашан, потому что у нас же ездят целые маршрутки, часовые туда. И я, блин, не успевала. Я пока ту ванну приняла, пока сама собиралась. Ну, я реально в таком турбо-режиме. Я высушила волосы, накрасилась и привела себя в порядок, что я просто поставила свой личный рекорд. Зачем я, собственно, приехала в Ашан? Муж мой сильно-сильно переживает за мою безопасность, когда я езжу на квадах, поэтому я приехала искать защитный шлем. Я не уверена, что я здесь его найду. Хороший или взрослый, по крайней мере. Возможно, я наскольку спрос на детку какой-то. Но он действительно нужен. Хотя я считаю, что на начальных этапах не особо, потому что я катаюсь на низкой скорости, потому что я не делаю никакие серьезные трюки. Отлично! Я нашла бумажные пакеты. Хочу купить себе такой. Это шокологический пакет, правильно? Или он просто там какой-то бумажный, и это не значит, что он экологический. Пакет паперовый с крученными ручками. Ладно, возьму сегодня. Попробую с таким походить. За 362 гривны он вообще какой-то никакой. Мне кажется, я просто могу споткнуться, упасть, и он сломается. Не знаю. Тут есть, конечно же, за 1200, но это уже слишком дорого, чтобы среднее за 500 я вот готова купить какой-нибудь шлем. Это какой-то прям вообще... Я вот нашла неплохой шлем, он лучше того, хотя цена одинакова, реально лучше. Он прочнее, он твердее, и он сам по себе удобнее, стильнее смотрится. Но это размер L. Он очень большой на меня, и он единственный, который здесь остался. А я хотела черный шлем под черной защитой. Блин, ну что ж теперь делать? Веда в том, что на меня даже M велик. На меня даже M кг есть, на моей голове. Получается, мне нужно искать шлем размера S. Здесь такой выбористый. Беда. Мне понравился очень черный шлем. Теперь надо мне найти лампочку. Еще сложнее. Посмотрите, сколько прелестных чемоданчиков! Я вообще мечтаю о маленьком чемодане, а чемодане в ручную кладь, потому что ситуация с Черногорией нас многому научила. Я бы с удовольствием летала бы с вот такими манипусенькими чемоданами. Но я просто не знаю, подходит ли он под стандарт вот этой вот ручной клади, но вроде бы да. Чемодан должен в целом не превышать 115 сантиметров, по-моему. Вот очень бы хотела такой. Я просто видела, как люди с такими летают. Я, конечно, ума не приложу, как люди туда все умудряются помещать. Но я бы с удовольствием попробовала бы. Потому что большие чемоданы, они, ну, блин, они теряют их, они их ломают. А так ты со своим и не боишься ничего потерять, чего-то архиважного. Короче, придется мне, наверное, подниматься на проспект и искать там шлем. Пара-ля-ля. Я ничего не купила, но пакет огромный. Для шлема, места, берегу. Зато экологический. Вот. Ну, знаете, вот пакет-то экологический, а внутри заморозка с пластиковым пакетом, обычным, полиэтиленовым. Пластики, пироженки. Короче, чтобы от этого полностью избавиться, если уже об этом задумываться, тут надо все поменять. Везде, чтобы нигде не было этих пакетиков, коробочек одноразовых. учителизировать все. Черт. Не знаю, что нужно. Ну, как бы я на двойке, когда я езжаю на пески, у нас никаких чайков мудрее будет. Здесь есть второй бесплатный маршрут. Петер идет на малый рынок. Как раз я выйду на проспект. Он тоже бесплатный. Ну, такая же маршрутка. Ну, все то же самое. Но здесь только что возле входа стояла прядика, требовала чеки как доказательство того, что вы хоть что-то купили в Лошане, вообще, на энную сумму или какой-нибудь товар. Ну, понятно, типа, не зря, что у вас бесплатно ввозь, и вы же должны что-то купить. Ну, вот. Халявы тоже не бывает, если что. Так что, если бы у вас не было товара или чека, адьос. Смотрите, как просто стеркают мои босоножки на сон. Иногда вещам за 300 ривен цены нет. И сносы нет. И красивые такие. Ну, то есть не всегда и не все можно и нужно покупать. Дорогое. Шлем я купила, хороший. Покажу его дома. Сейчас яду вам в сторону. Еще кое-что купить. И, кстати, температура воздуха 26 градусов. Идеально. Мне кажется, нужно еще ниже, вот градусов так 23. И, по-моему, это самая комфортная и самая любимая моя температура, которая только может быть. Где интересно, в какой стране, в каком городе так постоянно. экологический пакет с кучей неэкологических внутри. Фак-лоджик называется. Еще и порвался чуток. Короче, не знаю. Ну, вроде бы, прикольно этот пакет иметь, но он немножко неудобный. Или я с ним, может, неправильно хожу. Пошла, купила. У нас здесь у тетушки ягоды. Ну, как бы я буду варить компоты с абрикосовым, рассказывала. Но у них абрикосы мало. Вот, поэтому я взяла смородину, чтобы она покрасила. Снова купила яблоки для гонь. И снова у меня в АТБ спросили, какой сорт. Ну, просто. По-моему, ни разу не было, чтобы меня не спрашивали. Ну, зачем эта функция тогда, типа, чтобы кассир знал, что за сорт. А если я приезжая и вообще не понимаю, ничего в сортах яблок, что ты там взяла, мне потом бежать обратно или как? Или кому бежать? Купила себе... Это так мало! 100 грамм это так мало! Я что-то не обратила внимания. Я захотела кабачков. Нагрели. 100 грамм это 3 кабачка, чтобы вы понимали. Ну, ладно, ничего. Чтобы не переедать. И купила себе кусок жареного хека. Потому что я рыбу вообще практически не жарю, не покупаю. Вы знаете, редко. И я купила очень красивые влажные сумпетки. Ну, прям для меня. Это мой шлем. Сейчас покажу вам шлем. Это самое интересное, естественно. Пришла вот такую лампочку в Ашане. Леброн называется. Ну, вроде бы стандартная, белая. Как Леша говорил, должна она подойти. У нас перегорела лампочка в туалете. Почему бы и нет? В Ашане я купила чуть-чуть замороженной кукурузы и чуть-чуть замороженного горошка. Потому что мне нужно сегодня на готовку. А как бы свежий никакой сюда не пойдет. Только такой. И в Сильпово, ТБ у нас, как я уже говорила, такой заморозки нет. Поэтому за такой приходится ехать в Ашан. Леша попросил купить ему кусочек вот такого филе. Это куриное филе варено-копченое. Но это очень вкусная штука. Ее мы тоже едим до такой степени редко, что можно пересчитать на пальцах в году. И она очень классно сочетается с яичницей. Просто божественное блюдо получается. Сливки для блюда. И вот, что я еще взяла в Ашане. Блин, помялся чуток. Раз капкейк, два капкейка. Это красивше. Это типа стирамису, а тот шоколадный. Это все. Что насчет шлема? Кстати, насчет Леши. Подождите, Леша тоже дома уже. Он сегодня пораньше вернулся. Он лежит на кровати и работает дальше. Мы не будем его отвлекать. Потому что у него после четверга очень сильно болит нога, ноет. Ну, потому что он постоянно не опирался. Я понимаю, ему нужно лежать. По большей части лежать, да? Прямо постоянно, везде. Но все же. А он вчера только в клиентах. Мы с Лешей не можем подойти другим. Леха бежит наш. Продавать. Я его понимаю. Итак, шлем. Купила я его в Драйвспорте. Моем самом любимом магазине. Я решила не покупать дерьмо. Они до такой степени хлипкие, хрупкие, что даже не защитят, наверное, от града. Что уже говорит о том, что ты можешь упасть и удариться головой. Дай бог, чтобы этих падений на голову не было. Но все же, если будет, вот такой шлем защитит меня. В отличие от тех, что я вам показывала. Примерно такие же были в Драйвспорте. Только они были чуть дороже и хуже. Еще хуже, мне кажется. Значит, этот шлем конкретно для катания на роликах. Он прям так и называется. Шулу вам там для катания на роликах. Ой, конька. Ну, не важно. Прикол этих шлемов в том, что... Ну, здесь, во-первых, регулируется размер. Ну, то есть, как утянуть себе здесь по лицу. Здесь сзади полностью закрывается затылок. Вот. И защита на лбу. Те шлемы, что я показывала, первый, по крайней мере. У него этого всего не было. У второго было, но он был хлипкий. Вот тут застегиваешь, вот тут регулируешь и все. Шлем очень классный. Он идеально сел. Он был единственный. Я его сразу приметила. И у меня сначала жаба давила, а потом поняла, что все-таки это наша безопасность, это здоровье. И не дай бог что, этот шлем меня реально защитит. Он толстый. Вместе с тем он легкий. И очень стильно, я считаю, выглядит. Черных там не было. Каких-то ярких цветов не хотелось. А этот, как серебристый, очень здорово смотрится. Так прям классно. Он стоит 962 гривны, этот шлем. Я считаю, что здесь экономить не нужно. Поэтому у меня теперь есть и защита, и шлемы катать, насколько не хочу. Вчера, кстати, я каталась таки дома. И с помощью Леши я практически освоила Т-тормоз и начала приседать на роликах. То есть едешь, приседаешь, едешь, приседаешь, чтобы потом, если что, падать через присед. Такие вот покупки. Такой вот у меня классный теперь есть пакет. Порватый. Блин, что, его можно заклеить скотчем? А, кстати, да, что бы нет, заклею его скотчем. Вот. И буду ходить. Ну, это, блин, это ненадолго. А они же манутся сильно. И что-то там разольется на него, тоже все, капец. Ладно. Поделешь, я им покажу. Вот такой у нас сегодня красивый обед. Правда, кусок рыбы у меня гигантский. Мне он казался намного меньше в магазине. А после того, как я съела один кусочек мяска, мне эта рыба кажется уже не такой маленькой. Подними, пожалуйста, полотенце. Что ты смотришь на меня? А у Леши вот. Вот. И салат. Короче, простая еда тоже может быть очень красивая. Что случилось? Какой у меня чудесный компот получился. Темный, насыщенный. У меня здесь много смородины. Я добавила еще корицу, немножечко гвоздики, чтобы было прям пряно. Ну и теперь нужно подождать, пока эта огромная корыта остынет. Это очень большая кастрюля. Моя самая большая кастрюля. Не знаю даже, сколько здесь литров. Сейчас хаварбуз холодный, потому что не очень жарко. Морально настраиваюсь на еду на роликах. Скоро уже иду, но пока нужно приготовить ужин. Здесь у меня, значит, в кастрюле варится рис. Уже почти сварился. Я пожарила на сливочном масле куриное филе, которое мелко порезала. На этой же сковородке, на этом же масле чуть-чуть припущу горошек с кукурузой замороженной. Они у меня разморозились полностью. Сейчас добавлю сюда обратно курицу. Так вот. Сейчас перемешиваем. Вообще-то я так себе придумала просто на самом деле. Так, сливка у меня 15%, 200 грамм. Я их полностью сюда выливаю. И можно еще чуть-чуть присолить, потому что я мясо отдельно присаливала, а вот овощи и сливки нет. Поэтому еще соли не помешают. Так, и я добавила сюда рис. И все перемешиваю. Я думаю, еще можно чуть-чуть переперчить, чего-нибудь добавить, каких-нибудь трав. Но сытно это будет однозначно, прям на такие 100 тысяч процентов. Сегодняшний вечер весьма благоприятен для катания, потому что погода более-менее не жаркая. Начало пятого. Ветер с другой стороны, соответственно, стена в 100 раз защищает. Я в полном экипе. Сел тут на уголочке. На своем пятачке я буду кататься, потому что там очень шумная семья. Родители там ругают постоянно. Ну, вы поняли. Знаете, что мне очень нравится? Это калина на стакан, которую мне дарила на Новый год. Он с виду теплый, он может быть даже горячий. Но если воду налили туда холодную, или вообще любой другой температуры, температура сохраняется 100 процентов. Я могу долго кататься, а потом пить холодную воду. Мне это безумно нравится. Спасибо сестренке за это. Все, удачи мне. Все, удачи мне. Самое стрёмное, ребята, что я, свои 22 с защитой, девочки, которым, ну я не знаю, сколько лет, они вообще без ничего, абсолютно. Ну, они, конечно, не на обычных скейтах катаются, вот эти вот маленькие пенни-борды, наверное, не так называются. Сам факт. Тут такой асфальт, тут на каждом вообще метре либо выемка, либо камень большой лежит, ну что-то типа того. Короче, здесь реально, ну, можно убиться, серьезно. И малому, и старому, поэтому нужно как-то, не знаю. А от этого, наверное, мама и дочка. Тем более, мама, ну, не говорит своему ребенку в никакой защите. Об этом и речи быть не может. С ума сойти, ребята! Я, видимо, села там, где пекут булочки. Тут вот вытяжка. И отсюда идет запах свежей выпечки. Как же это бесит! Кат уже голодный, уже устал. Ну, я накаталась достаточно. Сегодня чуть-чуть без падений, и слава богу. Падать надо редко, и правильно, и вообще. Все, я бегу домой. Устала жестко, но я очень довольна сегодняшним днем. Сегодня у меня, как-то, знаете, даже больше настрой бы лучше получалось, потому что и ветер не мешал, и жары такой не было. Берешь в СБ же, что-то нет, вручную кладь. Шапик сказал, может. Что, шапик сказал, может? Ну, типа вручную кладь берешь скейт. Типа, по правилам, нельзя, но тебе его никто не отбирает. Скейт? Да, если ты берешь просто скейт, но не еще к нему куча всего. Как, например, в моем случае, ролики и куча всего сверху. Нет, я не могу сказать скейт. Может, и можно вручную кладь? Вообще, ручная кладь – это такая интересная вещь. Можно ли брать только один маленький чемоданчик, или, может, это несколько сумок? Одного человека, одна ручная кладь. Ну, еще и одна ручная кладь одного человека. Ну, не получится. А сколько ты думала? Не получается, это будет самолет, вещь, чемодан, по маленьким ручным планам, 5 тысяч штук взял. Сумочки такие маленькие, чтобы... Ничего не потерять. Ладно, ребят, спасибо вам за просмотр, за то, что поставили лайк или дизлайк, написали комментарий, и подпишитесь обязательно на канал, на наши инстаграмы с Лешей. Смотрите вставочку от родителей. И всем пока, до новых встреч. Вот вам снимем небольшой пейзаж. Австрийский, чтобы вы видели. И огоры, и кое-что. Здесь шикарно, конечно. Едешь каждый метр, думаешь, надо сфотографировать, надо сфотографировать. А что фотографировать, если все куда не глянь, все красиво. Шикарные дорогие машины. Красивый ровный асфальт. Природа чистейшая. Все чисто, все аккуратно. Все хорошо. Нам так не жить. А если жить, то недолго, да? Русик, помогай всем. Не хочет, Русик, всем помогать. Все, едем в отель. 50 километров осталось. Ну и, короче говоря, вот мы приехали. Вот она трасса. Трасса. Дальше трасса. И вот наш отель. Вот такой отель, где мы сегодня ночуем с папой. Вот. Ну и думал, на верхушках снег. Я говорю, вчера у меня чуть Кондратии не хватило 40 градусной жары. А на горах у них лежит снег. Как красиво, ребят, в Австрии. Очень-очень красиво. Прям чистота, красота. Вот так вот дорога, горы с двух сторон. Села обалденные. Такие маленькие, атмосферные. Везде вот так вот цветочки. У меня уже я еду, думаю, как бы мне себе так цветочки куда-то на балкончик приспособить. Польша тоже вся в аккуратненьких кукольных домиках. И вся-вся такая вот, летит мотоциклист. И вся-вся в таких вот цветочках шикарных. Домики разноцветные. Ну, в общем, очень-очень красиво. Ну, есть моменты, которые меня немножко смыртили. Значит, все... Ну, люди не парятся по поводу внешности. Сразу хочу сказать. Нам женщины пожилые очень. Мерседесы, Ауди, БМВ. Она выходит с машины в каких-то замызанных штанах. Видно, как кто с коровы вышла с сарая. И все. Даже белье, извините меня, верхнее не одевают. Очень прям это капец. Это я вообще в шоке. Мужики как-то у них посолиднее, конечно, так посимпатичнее смотрятся. Не парятся ни по поводу целлюлита, ни по поводу комплекции вообще. И сколько мы ехали по Австрии, везде пахнет свинофермой. По трассе прямо такие резкие запахи. Ну, вы же понимаете, рульки, колбаски, беконы, это их тема. Вот. Ну, в общем, вот так, ребят. Все, будем сейчас селиться. Вот тут село, видите, вот село. Купили бутылочку вина. Не знаю, какого мы шли бы, не мы. Купили немножко сыра, хлебушка. Ну, в общем, перекусим, потому что здесь, перед всего, хорошо, что заехали в супермаркет. Потому что здесь, походу, его нет. Маленький уютный номер. Сколько стоит? 70 евро. Даже 70 чем-то евро. Ну, в принципе, неплохо, но на трассе в селе, ну, в общем. Это же село, а он один стоит. Ну, село там дальше. Значит, ребят, вот такой у нас номер. Вот шкаф у нас. Все прекрасно, но за 75 евро можно было бы, конечно, холодильничек. Вот так, стоили нас с холодильника. Там мы молоко купили. Нет, нет, я уже смотрела. Я, вы знаете, в каждой стране служу о стране по молочной продукции. Смотрите, какая батарея, ничего себе. Ух ты. Смотри, какая огромная, огромная батарея. Бахая. Басая, басая, до самого пола. Балкончик, это не с комнатой, он такой вообще идет по периметру, короче, за угол. Вот она трасса. Вот оно село. Так, вон снег на горах. Дальше, что у нас в номере? Это снег, похожи быстрее. Вот такие две кровати. В принципе, все чистенько. Вот такой закуток. И покажу сам диван. И покажу сам узел. Но меня немножко смутило, что нет холодильника. Чему, действительно, за такие бабки, а где же цвет? Все изначально надо зайти, спрашивай, с другой стороны, не зайди. Куда зайди? А, вот. Зачем вот? Нифига, я на мой. Два тысячи версии езжу. Прочелся, воносю? Да, давайте. Показываю. Ну, вот так полотенечки лежат. Ну, вот так, короче говоря. Ну, так все чистенько. Кран сверкает. Кран цивильный. Потому что в вчерашнем отеле были краны такие, знаете, один открывать надо, и второй я уже таких отвыкла. Душевая кабина, чистое, стекло чистое. Все прекрасно. Кроме того, что у нас нет холодильника. Я пропиталась духом Австрии. Мы сидим прямо на улице. Мы прямо с папой в селах, в селах, к людям, поближе к земле. Короче, на первом месте. Поверечься, чтобы от солнца было видно. На первом месте, моя любимая Беларусь. Рулит. Потом Греция и потом Австрия. Я ее тоже очень полюбую. Супер. Австрия вот так. И сколько много мотоциклистов едут. Даже немцы тут рядом, не так далеко, едут с велосипедами. Тут такие места шикарные. Прешикарные. Покажи, дайте, где я сижу. Дайте, смотрите. Сейчас я. Я вокруг. Вернее, горы вокруг меня. Я вокруг. Да, да, да. Сейчас я. Вино сухое взял. Три, три с чем-то евро. Почти четыре евро вино. Очень вкусное вино. Причем, папа взял, он даже не понимал, что. Какое? Не, я почитал. Вноско оборотов. А вот эта штука, ребята, обалденная. Вот у них таки с виними везде воняет. Все свинья. Не свиньями, воняет коровами. Вот когда чистишь корови, вот свежий запах говна коровьего. Везде по дороге этот запах говна есть. Ну не видно ни говна, ни коров. Среди рейсовый автобус прицепом, ну, нежгородской автобус. Да, прицеп Мах был. Брышу. Брышу. Смотрите, виды, вот мы сидим за столом, да? Гляньте, вид. А сейчас мы вечером еще будем, я в речушку покажу. Вот у нас, вот тут рядышком, буквально, вот гляньте сюда, вот за мной. Буквально 50, да, 50, вот 20 метров внутрика течет. А вот здесь стоит мой морд под навесом, видите? Специально меня поставили со столи. А вдруг будет дождь. Так что пусть стоит под навесом ваш конь. Вот, начинается дождь. Вот видите, небо светлое. Поворачиваем. Небо темное. Тут идет дождь. Дальше опять светлое. Короче, мы переселились уже в кафе. На улице сидеть невозможно. А вот сейчас быстренько вам покажу. Где река бежит. Сейчас. Тин-ти-глин, 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 тин-ти-глин. Проход какой-то, а вот она речка. Мы заказали себе фарельку Мы принесли фарельку с картошечкой Видно какой-то соус, лимончик и помидорчик Вечная фарель, понятно, что в море нет Вечная фарелька в 1 порции 80 кг То есть мы в 2 порции дадим 30 кг Дороговато, но решили с папой попробовать Всем приятного аппетита! Завидуйте!